Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 23.2. Пункт А. Решите двумя способами, графическим и аналитическим, данное уравнение. В пункте А нам дано такое уравнение. x²-4 равно 0. Итак, первый способ – способ графический. Для того, чтобы графически решить это уравнение, нужно его преобразовать. x², а 4-4 перенести вправо. И тогда мы можем построить график левой части y равно x² параболу и график правой части y равно 4. Найти точки пересечения графиков, координаты x и будут решением данного уравнения. Итак, строим параболу y равно x². Вот парабола. Теперь строим y равно 4. Графиком этого уравнения будет прямая, проходящая через отметку плюс 4 по у и параллельные оси ух. Теперь находим точки пересечения. Вот точки пересечения. Опускаем перпендикулярно ось х и находим координаты первой точки пересечения минус 2 и координаты второй точки пересечения плюс 2. Значит, х первое равно минус 2, х второе равно плюс 2. Теперь второй способ. Второй способ аналитический. Ну, тогда мы берем это уравнение. х равно 4. И ясно, что х будет равен плюс-минус 2, так как 2 в квадрате 4 и минус 2 в квадрате тоже 4. Можем записать, что х первое равно минус 2, х второе равно 2. Естественно, мы получили такие же корни, как и при графическом методе. Пункт В. В пункте В уравнение минус х квадрат плюс единица равно 0. Первый способ – способ графический. Преобразуем наше уравнение. х квадрат перенесем, минус х квадрат перенесем вправо. Получится у нас слева единица равно х квадрат. Тогда мы будем строить в одной системе координат график у равно единица и у равно х квадрат. Так, чертим прямую у равно единица. Это прямая, проходящая через отметку по у единице, параллельно оси х, вот эта прямая. А теперь чертим параболу у равно х в квадрате. Находим точки пересечения. И, как видим, координаты точек пересечения. х первое равно минус единица, и х второе равно единица. Это корни данного уравнения. Второй способ – аналитический. Ну, и х квадрат поменяем местами левую и правую часть. х квадрат равно единице. Ясно, что корнем будет х равно плюс-минус единица. То есть х первое равно минус единица, х второе равно плюс единица. Такие же точно корни. Пункт В. Так, в пункте вот такое уравнение х квадрат минус 9 равно 0. Первый способ, графический способ. Преобразуем наше уравнение к виду х квадрат равно 9. Построим параболу у равно х квадрат. И в той же системе координат построим прямое у равно 9. Так, вот парабола у равно х квадрат. И прямая у равно 9. Вот наши точки пересечения. Вот, как видим, координата первой точки пересечения минус 3. И координата второй точки пересечения будет плюс 3. Значит, х первое равно минус 3, х второе равно плюс 3. Так, теперь вторым способом аналитически. Ну, если х квадрат равно 9, то это возможно только, если х равно плюс-минус 3. То есть х первое равно минус 3, х второе равно плюс 3. И пункт Г минус х квадрат плюс 16 равно 0. Первый способ, графический. Ну, это уравнение можно было бы решать точно так же, как мы это делали в пункте А, В и В. Но дело в том, что у нас здесь плюс 16. Нам не очень удобно будет изобразить эту прямую, поэтому мы можем его решить другим способом. Мы поступим следующим образом. Мы перенесем х квадрат вправо. Слева у нас останется 16, а справа у нас будет х в квадрате. А теперь мы учтем, что х квадрат, х не может быть равно 0. Мы разделим и левую, и правую часть на х. Значит, слева у нас получится 16 делить на х, а справа получится у нас х. И теперь для того, чтобы решить данное уравнение, мы построим график гиперболы у равно 16 делить на х, и график прямой у равно х, и найдем точки пересечения этих графиков. Итак, приступаем к построению. Строим гиперболу. Зададим положительное значение х. х равно 2, у равно 8, х равно 4, у равно 4, х равно 8, у равно 2. Получаем первый вид гиперболы. И вот уже точно так же мы и второй вид гиперболы получаем. Теперь мы строим прямую у равно х. Ну, эта прямая проходит через начало координат. При х равном 6, у равно 6. Можем вот точку еще одну отметить. Проведем теперь эту прямую. Получим точки пересечения и определим их координаты. Координата первой точки пересечения минус 4. Координата, значит, х первая равно минус 4. Координата второй точки х второй равно плюс 4. Теперь то же самое. Найдем решение вторым способом аналитически. Если мы х вынесем, ну, даже минус х вынесем за скобку, в скобке у нас останется х минус… Нет, не так. Мы просто перенесем х квадрат вправо и получим… Еще поменяем местами. Поменяем местами еще левую и правую часть. Получим х квадрат равно 16. Значит, х равно плюс минус 4. Ну, или х первое равно минус 4. х второе равно плюс 4. Решение найдено. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.